Пилот ТВ 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 мимо вертикали этапов исторического развития, горизонтали, жанров и тем. Это выдержка из концепции, опубликованной задолго до открытия авиационной выставки в Манеже. Первое впечатление гостей и участников – легкое недоумение. Я с трудом представляю, что здесь они хотели показать, потому что нас пригласили, вот свой кусок выставили, но рассчитывали, конечно, немножко на другое. Ну, посмотрим. Я модели представил, 82 экспоната различных. Хотелось бы их по-другому разместить, но организаторы немного не справились с этой задачей, скажем так. На полу стоят, хотя было, что все должно висеть, стоять где-то на полочках, в призмах этих, но они оказались слабенькие, не выдерживают веса. Откровенно говоря, выставка сделала бы честь районному дому пионеров, но не центральному выставочному залу столицы. От задуманного художниками интерактивного погружения в мир авиационной истории остались только плакаты и модели. Обещанных видеоинсталляций и авиационных тренажеров в наличии не оказалось. Причина банальная – не хватило денег. Эта выставка была в программе, но, к сожалению, ее на правильном этапе вычеркнул бывший министр обороны. Поэтому, несмотря на это, мы эту выставку при поддержке правительства Москвы, наших друзей, партнеров, вот, открыли, подготовили, открыли. Как это часто у нас бывает, мероприятие спасли энтузиасты. Самую интересную часть экспозиции представили авиареставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Питерцы привезли очень чисто выполненный макет истребителя «Ньюпор» и летающую реплику биплана «Форман-4» начала 20 века. Музей техники Вадима Задорожного совместно с фондом «Крылатая память победы» выставили истребитель Як-1 и мотор от штурмовика Ил-2. На этом самолете в ноябре 1942 года летчик Валентин Скопинцев вылетел с аэродрома Ваенга-2 под Мурманском на штурмовку немецкого аэродрома Лоустери. Самолеты попали под жесточайший обстрел зенитной артиллерии. И самолет Валентина Скопинцева тоже был подбит, причем снаряд пробил броню и, не повредив двигатель, повредил генератор. И летчик остался без электричества. Он успел сбросить бомбы, но не успел сбросить РС. Возвращаясь на свой аэродром, Ил-2 выдержал еще и воздушный бой с мистер Шмидтом. Стрелок сбил противника, но штурмовик потерял давление в воздушной системе и совершил вынужденную посадку на лед озера Кривое, откуда летчик вынес раненого стрелка. А при поисках Ил-2 в озере нашли еще один самолет. Вот этот истребитель Як-1, пилот которого молодой летчик Федор Демидов, имея к тому моменту всего 8 часов налета, совершил посадку на воду после полной выработки бензина. Причем сделал настолько аккуратно, что остался не просто жив, а еще и впоследствии воевал, сбил три немецких самолета. Мессер Хенкель 111 и Хеншель. Был награжден, умер в 80-х годах. Хотя выставка в Манеже и не стала отражением целого века авиационной истории, как это задумывалось изначально, тем не менее одни лишь уникальные фотографии из коллекции Центрального дома авиации и космонавтики стоили того, чтобы их посмотреть. Да равнодушие проявили не все те, кто принимал решение. Просто даже в рамках празднования 100-летия ВВС, когда Москва нам дала под авиацию, скажем так, этот выставочный комплекс Манеж, да, с нас рубля не взяла. Но мы очень довольны. Я считаю, что страна наша может гордиться своей авиацией, в частности военной авиацией. И то, что здесь показано, конечно, это надо. Не в праздники, не только в 100-летие, а и в 101-ю годовщину, и в 102-ю и так далее, и так далее. Так и будем действовать. Если начнем копить деньги уже сейчас, то 200-летие российских ВВС отметим как положено. Александр Швыткин, Владимир Кривко, Пилот ТВ. В Китае закончил свою работу 9-й аэрокосмический салон Airshow China 2012. Российская экспозиция, представленная в городе Джухай, стала третьей по объему после китайской и американской. В центре внимания оказался учебно-боевой самолет Як-130. Филиппинцы уже намереваются его приобрести в списке потенциальных покупателей также Вьетнам, Малайзия и Бирма. Всего в салоне приняли участие более 350 компаний из 35 стран. Среди них была американская вертолетная компания Bell Helicopter. В планах производителя увеличивает свое присутствие в сегменте бизнес-авиации китайского рынка. Сейчас его объем оценивается в 2000 машин на ближайшие 10 лет. Для обслуживания быстро растущего парка потребуются тысячи специалистов. Поэтому Bell Helicopter хочет помочь Китаю не только создать эти рабочие места, но и подготовить летных и технических специалистов для развития отрасли. Авиационные власти КНР, в свою очередь, одобрили увеличение максимальной взлетной массы вертолета Bell 429. Китай стал 12-й страной, выдавшей такое одобрение. Увеличение максимальной массы этой машины позволяет вмещать больше полезного груза и топлива. С дополнительным топливом или оборудованием на борту Белл 429 можно будет эксплуатировать более эффективно. Он едва не погиб и стал лауреатом премии Моресева за волю к жизни. Его история болезни – пример личного героизма. А его желание снова подняться в небо спустя почти 40 лет после несчастного случая просто поразительно. Юрий Валентинович Козловский – военный летчик первого класса. Оставшись без обеих ног, этот человек смог снова получить удостоверение пилота. О том, как это ему удалось, он рассказал нашей съемочной группе. Сейчас он работает в организации ветеранов. Карьера военного летчика Юрия Козловского закончилась вынужденно – в марте 1973 года. Я летел по маршруту и над городом ЧТ у меня встал двигатель ночью в сложных метеоусловиях. Пришлось сходить от города, катапультировался уже на пределе, на самом пределе. Получил открытый перлом беих ног. Трое суток выползал при 25-градусном морозе. Потерял 2,5 литра крови. Ну, 2,5-3, как говорят врачи. Замерз, естественно. Прополз 7 километров я. Ну, потом меня нашли вертолетчики. Привезли в госпиталь. Там конгрена, апутация обеих ног и около 20 операций. Тогда даже перевязки оказались пыткой, вспоминает Юрий Валентинович. Когда я был в военно-медицинской академии имени Кирова, вот там, да, там делали операции, вернее, под наркозом делали перевязки. И потом в институте протезирования, тоже в Ленинградском, тоже перевязки меня после операции делали тоже под наркозом. Потому что большая площадь поражения была, а надо было бинты отрывать как-то. Вот. Поэтому наркоз. Два года в госпиталях, откуда вышел уже на протезах. Из армии уволился и началась гражданская жизнь. Без неба. Но отчаяния не было никогда. Ну, тогда вот мне в память пришел Марисев. И я так подумал, говорю, ну, живут же люди и так. Вот. Ну, не буду летать, что-то другое будет. Ну, и, в принципе, потом я исследовал этой мысли и дальше. Так прошло почти 40 лет. Но мысли о полетах все же не оставляли. В марте 2011-го товарищ решил прокатить его на Як-18Т, после чего в прошлом военный летчик снова захотел вернуться в строй. Я начал летать, вот, вылетел самостоятельно. После этого прошел медкомиссию, сдал все экзамены, полетные подготовки, по теоретической подготовке, по технической. И получил удостоверение пилота-любителя. И сейчас летаю. Пройти в ЛЭК для многих внешне абсолютно здоровых пилотов зачастую проблематично. Но Юрию Валентиновичу особого труда не составило. Почему? Он рассказывает совершенно откровенно. Конечно, вот, если бы я пришел на медкомиссию, вот так вот, со стороны, вот, я и не прошел бы, естественно. Занимались этим вопросом не один человек, несколько человек занимались этим вопросом. Это же нужно было, чтобы я на комиссию пришел, а по мне уже как бы была создана характеристика в их представлении. И когда они на меня посмотрят, вот, возможно, что-то и решат. Ну, вот и решили. Всю свою военную карьеру он летал на мигах. Когда стал пилотом-любителем, пришлось пересесть на ЯК. Рассказывая, что получилось это без особого труда. Моторика осталась, а к протезам уже настолько привык, что во время пилотирования особых сложностей не возникает. Ну, я вот хочу сейчас переучиться на ЯК-52, на спортивной, потому что это мне ближе. Я вот со штурвалом ЯК-18Т, вот, как бы пассажирский, а там как истребитель, с ручкой, ну, то есть там управление такое же, как на истребителе, вот, ЯК-52. И потом он пилотаж весь выполняет. Пока дороговато. На одном из подмосковных аэродромов обещали к весне цену снизить. И тогда, возможно, еще одно желание истинного летчика исполнится. Его жизненная история далеко не романтичная. В детстве он не мечтал стать летчиком, как многие ребята. Юрий Козловский пришел к этому уже в ночи выпускником школы. Вот когда полетел Юрий Гагарин в космос, а после этого я в том же году попал в Тушино на воздушный аппарат и посмотрел нашу современную технику, вот, как все гремело и сверкало. Ну, в общем-то, как-то у меня... А, еще я фильм посмотрел «Звезды на крыльях». Был такой фильм про Ейское училище. Поступил 17 августа 1962 года. Был зачислен курсантом Ейска высшего военного ордена Ленина училища летчиков. Сейчас о той военной авиации остались лишь воспоминания. Юрий Валентинович с досадой констатирует, что сегодня летчиков истребители в нашей стране готовят только в одном учебном заведении. Техника пришла в упадок. Я сейчас недавно читал статью, там, начальник боевой подготовки вооруженных сил. Вот он говорит, там где-то в одной части 14 самолетов. Летать могут только 4, но одновременно могут залететь только 2, потому что нет аккумуляторов. Конечно, обидно. Это вообще-то убили. Все убили. И я не знаю, ведь восстанавливать все равно придется. Только с большими затратами. Он стал лауреатом международной премии Неморесева за волю к жизни. Он думал, что сможет прожить без неба, но желание летать оказалось сильнее боли от протезов. Он героически выдержал все тяготы, за что в награду получил возможность снова стать пилотом. Елена Мунина, Владимир Кривко, Пилот ТВ. Не без оснований говорят, что летательный аппарат не автомобиль, в случае чего к обочине не прижмешься. Но иногда все же приходится. Сегодня в нашей рубрике без комментариев мы покажем, как один пилот автожира потерял в полете колесо и что из этого вышло. А я с вами прощаюсь. Летайте с нами на сайте pilot.tv.ru и не забывайте ставить «Мне нравится», чтобы поддержать наш проект на Фейсбуке. С вами был Александр Швыткин. Встречного вам на взлете и попутного в полете! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!